Пассажирские сидения не выдерживают критики, сами автобусы проржавели, а под капот даже страшно заглядывать сетуют горожане. Ни для кого не секрет, изношенность подвижного состава в городе доходит до 80%. При этом стоимость проезда с января этого года увеличили значительно, а маршрутках на целых 5 рублей. Уже полтора месяца люди ездят по новым тарифам, но автобусы, по мнению большинства пассажиров, до сих пор в убогом состоянии. Автобус вообще просто разваливается. Зашли, во-первых, запах, ну, пахнет вот этим вот топливом, а во-вторых, ну, вот, посмотрите, я не знаю, 25 рублей проезд подняли. За такие деньги я считаю, что это вообще не обоснованно. У салона становится только хуже и хуже, а цены только растут. Транспорта не хватает, особенно это видно по утрам. Ну, как видно, салоны и сам транспорт оставляют желать лучшего. Но приводить городской транспорт – нормальное состояние. Перевозчики пока даже не планируют. На это просто нет денег. В Барнауле 16 компаний-перевозчиков. Их январская выручка по сравнению с декабрьской выросла всего на 6%. Если переводить на деньги, то доход вырос всего на 50-200 тысяч рублей в зависимости от крупности предприятия. Это ничтожно малая сумма, говорит председатель Барнаульской ассоциации пассажирских перевозчиков Николай Долженко. Среднее увеличение прошло на 6%. А потеряли, как я уже говорил, в прошлом году из-за цен на топливо, потеряли где-то более 30%. Поэтому сегодня вы задавали вопрос, куда эти деньги идут. Пока еще на оплату долгов. Чтобы заменить хотя бы 10% автобусов, нужно 300 миллионов рублей. Таких денег у транспортных компаний нет. По словам Николая Долженко, раньше городская администрация оказывала помощь. К примеру, закупала автобусы и компенсировала затраты по льготникам. Сейчас все издержки всецело на плечах перевозчиков. И привести в порядок автобусы они смогут, но только в том случае, если стоимость проезда будет не 25, а 35 рублей. Так что порванные сидения, а местами и дырки в полу будут реальными в общественном транспорте Барнаула еще в течение нескольких лет. Валентина Аскирова, Николай Шелков, Андрей Печоркин. Наши новости.